Ух ты! Жаль, какой живот стал, большущий. Помню кадры были здесь в коридоре, ты снимал буквально после Нового года и казалось, что уже такой большой, ну вот. А сейчас смотрю, там еще и живота потом ко мне было, сейчас уже. Ну, по сравнению с моим животом. Мы уже доросли до размера арбузика. Да, прикольно. Здесь на улице не шок на дополни остался от последнего, но это пройдет, это мелочи. Что, пойдем шить? Пойдем шить. Сегодня 30 мая. 30 мая. ПДР стоит на 8 июня. 9 дней осталось. Вот. Ждем по времени нашего мальчика. Перестирали вещи. Сейчас тут подошли чуть-чуть. Ага, карушек. Я забыла, как бы это вообще упорудовать. Катя даже нитки нашла в цвет. Ну, а как же без этого? Нужно еще в цвет не дать. Это пледик, да, специальный? Маленький. Ну, как, маленький, да, из полиэстера. Продолжение следует... Сегодня Катя купила торт. Сегодня у нас 12 лет. Как мы поцеловались в городе Петеворске в Цетнике. Правда, это было вечером, а у нас сегодня же утро. Я сейчас убегу, а сладенького хочется, ты уже два дня выпрашиваешь. Ты что, не будешь пробовать? Как-нибудь буду. Двенадцать лет, лапка об лапку. Как прикольный тортик. А какая же начинка? Морковь. Морковь? Это у них заказала? Нет. Ага. Ну, где вот мы всегда заказывали тортики на корпоративе наши. Угу. Часли. Круто. Да? Сейчас едем в роддом. У Кати уже начались сватки. Мы очень надеемся, что этот тренировочный малыш все-таки решит седьмого появиться на свет. Да, мы сейчас все экстренно забрали с Валберис. Наши сумки, которые подготовили, тоже экстренно все загрузили. Сейчас надо будет только заехать на работу, зарплаты люди выдасят. Ну, мы пакетик отдадим, а просто там сами уже раздают. Так получилось, что сегодня крайний день. А из нас уже в роддом. Андрей. Ну все, мы приехали. Позвонили врачу. Что-то она это еще не доехала или как-то это странно ответила. В итоге мы ждем, чтобы нас приняли. Мы рассказали, не в курсе, но никто не выходит. Катя уже это прям не в моготу. Ну как? Это любимое. Вот такое вот приемное отделение. Сейчас мы приехали домой. Как нам сказали, это были тренировочные схватки. Сейчас у Кати периодически они схватывают. Купили мы пельмешей. Потом я зашел в магазин, тоже купил там алкоголя. Ну, не для того, чтобы мы набухались, а чтобы простимулировать схватку. Сказали купить красное сухое. Простимулировать. Я не очень понимаю, простимулировать или успокоить. Ну, или успокоить. Чтобы успокоить таблетки и свечки. Сейчас пошли в ход, который прописал врач. А вино гранатовый сок, не знаю для чего, для каких-то моноцелий. Я маленький делал гранатовый сок, пойдет или надо было больше взять? Ну, мне же Михаилчик только нужен. Мы стали помешать, пожалуйста. Ну, вот так вот, в принципе, происходят схватки. Ну, Кати на лицо не буду снимать. А я пока мешу пельмени. Правильно же, да, мешу? Или как? Мешаю. А, мешаю. Ну, вот если что, то сегодня ночь, наверное, скорее всего поедем в роддом. Сейчас еще пол стакана бина, пол сухого красного, пол стакана гранатового сока и в ванную. В ванную? Да, сказали в ванную теплую брать, лечь в ванную. И посмотрим, что как. Должны, по идее, благодаря свечкам, таблеткам и ванной, должны схватки успокоиться, отпустить. Потому что уже, сколько там времени, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уже 7 часов, как у меня эти схватки. Примерно интервал был каждые 2-3 минуты, сейчас почти каждую минуту. Но сейчас они короче. Если была минута, схватка длилась, сейчас секунд 20-30. Ну, в общем, вот такие дела. Я очень благодарна тебе за поддержку. Сходил, купил все, что нужно. Таблетки, свечки, вино, орешки. Спасибо. Я в этом, в корсетики хожу пока. И паникует. Ну да. Да. Ну ладно, я выключаюсь, скоро тоже будет включение, уже может быть. Нет, ты потом будешь снимать, что все устаканивается, что мне полегчало. Сейчас с пол пятого, проснулись мы в четыре. Кате сильные схватки. Сейчас мы поедем в роддом. Будем уже смотреть, что там. Вот уже Катя идет. Сейчас открою ее. Сильно больно. Привет. COVID-19. Лысы. Так! П bummeren. . у Кати уже прям сильные схватки, принесли все, я все штаны переодел с тапочками, теперь ждем пока это придут врачи до угла. Я тут котик, я просто надеваю шапку, мы готовимся к встрече с человеком, блин, день ПД, классно, ты вообще-то вошла, в 10% женщин, всего мира, Катюш, напрягайся, не ей, прям вот, 7 метров. Так, все, возьмешь? Вот Катя родила, ребеночка кормит. Ну, конечно, я вставлю видео, как видео профессионального видеографа, который все это снимал у нас, посмотрите. Нам дали палату одноместную платную, здесь мы одни. Двухместных просто вообще все заняты. Да, двухместных не было, одноместных, ну ничего, телевизор здесь есть, холодильник, микроволновка, душ, туалет там за дверью, все, все прям круто. Как твои ощущения? Ну, необычные. Да? Кушает, мелкие. Матка сокращается болезненно немножко. Зашивает. Ну, там не сильно зашивает. Ну, разрывы, как мне сказали, в первой степени. Ага. Вот это без обезболивающего. Ага. Ну, зашивали с обезболивающим, а рожали без обезболивающим. А я просила, я не писала. Потому что мне было больно. Получается, от начала схваток 18 часов. Я повернул камеру. Да, я вообще, ну как, я расплакался. Причем было как лаком. Да. Это, конечно, по-другому, когда, ну, допустим, женщина родила, а потом когда выписка, мужчина пришел, там ребенка увидел. Это одни эмоции. Вот когда ты это все сам видишь, слышишь, видишь, это, конечно, по-другому. Да. Когда услышал время, когда зафиксировали, тогда зашел, да? Да. И не жалил? Нет, она же закричала. Время ровно. 8.31. Так вот. Уже вязались? Да. Сестра чувствует себя хорошо. Положка тоже кушает. Матка сокращается немножко болезненно. Зашели чуть-чуть. Ну, вроде как разрыва первой степени. Без анестезии какой-либо, в принципе, ржала. Зашивали уже там с лидокаином. А похож пока непонятно. Камань. Ну, еще там. Носик сказали. Фотограф сказала. Мой носик. Хотя, мне кажется, у нас с Андреем схожий в профиль носы. Поэтому тяжело пока сказать. Все хорошо. Все бит. Седьмое июня. В 2003 год, да? Здесь идет полным ходом приготовление к празднованию рождения нового человечка. Так. Вы должны уже знать, как его зовут, девочки? Аполлон Андреевич. Все. Гладской. Аполлон Андреевич, да. Все. Правильно. Молодцы. Вот какой у нас стол фужеры. Красивый. Да. Да. Так. Это только начало. Да? Да. Тем временем, на работе праздник. Сегодня мы сделали сокращенный день. Попросили, чтобы работники отметили рождение нашего Аполлона. Сами все организовали и прислали даже видео отсчет. Так. Сергей. А нет, нормально. маме здоровья папе здоровья так что пожелаем девочки иночка ты что желаешь здоровья малышу крепкого богатырского здоровья счастья удачи огромное спортивным спортивным пацаном все у него было хорошо в любви счастье в любви и любви родить посмотрите какой у нас будет шампанское замороженными ягодками здоровье малыша и всех до родных и близких очень счастливый день очень солнечный очень яркий и чтобы летом день рождения это очень круто говорю я которая родилась в ноябре давайте наливаем мальчики давайте разливайте не 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 спасибо за что я за рульом буду скоро серьезные девушки говори честь чего мы здесь собрались так кто именинник у нас нет никак не именинник а ну именинник да да уже так так в честь кого мы здесь собрались хорошо буду наводящие вопросы вам задавать аполлон андреевич вот родился вчера да хороший великий добрый светлый милый человечек хорошенький такой маленький как будто его видела чтобы аполлон был таким же красивым и высоким как отец и таким же великолепным и целеустремленным как мама поздравляем мы это самый самый стойкий солдат три оловляна оловлянах солдат оловлянах любим ценим растите здоровенькими классными и милые а а и а